Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас очередной ГЛ. На нем мы как раз и поддемонстрируем, как можно проверить датчики массового расхода воздуха, как я и обещал. Произведем тест, диагностику предварительную. Машина приехала с проблемой, плохая тяга, провал и дерганья. Заходим диагностикой в наш двигатель, запускаем в центре. После этого у нас запустится DAS. Прибор мы используем VCI SE. Пользуемся им давно, очень довольны. Работает хорошо, никаких проблем нет. Ссылка под видео, где можно посмотреть за этот прибор, за стоимость и сроки поставки. Нажимаем F2. Датчики будут проверять не один раз, поэтому несколько раз будет повторяться видео. Это нормально, потому что я всегда проверяю по несколько раз, иногда бывает, что не сразу видно проблему. Также частично зацепим при этой проверке регулировку датчик. Клапан EGR, в общем E27. Далее я вам расскажу и покажу. Заходим в привод, набираем наш двигатель CDE4. Напоминаю, что это Ом 642 у нас, дизельный мотор MLGL. Да много куда он ставился на самом деле. В следующем видео мы обязательно покажем, как замерить компрессию, посмотреть разницу и по мере возможности будем показывать про разные датчики, как проверить на рабочей машине, чтобы вы знали, какую информацию показывают правильно работающие датчики при исправной машине. Здесь мы видим, что у нас масса воздуха 467. Вполне рабочее состояние, здесь действительно заданное значение. Посмотрите, неправильно тут показывает за единицу. Это косяки DASA. Также регулятор рециркуляции ОГЭ. В данном случае это у нас как раз и есть клапан EGR. Как правило, он 5% и показывает на холостом ходу открытие его на 5%. Далее мы перейдем к тесту по массу, по датчику массового расхода воздуха. Можно разными способами зайти. Через I из информации, или же можно выйти и зайти через проверки дополнительные. Нажимаем просто F. В данном случае мы сейчас будем проверять левый датчик на чайке. На фотографии у нас указано, где он находится по ходу движения со стороны водителя в моторном отсеке. Зажигание должно быть включено. Мотор у нас заведенный, нужно его заглушить. Сейчас мы его заглушим, потому что обороты вижу, я 700 тут. Иначе тест не пойдет. Заглушили, обороты пропали, 0.1 стал. Далее нажимаем F2. Внимательно читайте информацию, которая здесь пишется. Если вы не будете выполнять условия, тесты у вас не будут проходить. Иногда бывают сбои, ничего страшного, снова повторяете этот тест. Далее мы видим, что при выключенном зажигании у нас 523 микросекунды. Показывает длительность периода. В KFM это у нас и есть датчик расхода воздуха. Изберительные значения у нас в порядке. За действительные значения у нас 523. За заданное значение за рамки не выходит. Полностью исправно. Видим, у нас температура вся самого воздуха. Двигатель еще, в принципе, не дошел до рабочей температуры. Поэтому мы будем проверять обязательно сначала на холодное, потом на полностью горячем автомобиле. Далее мы заводим двигатель. Обязательно сейчас видим, у нас пока не заведет мотор. Надо обязательно завести его, чтобы проверить вторым тестом. Далее вот мы завели, видим, что у нас появились обороты. И запускаем второй тест при 1500 оборотах. У нас двигатель автоматически поднимает обороты до 1500 с правой стороны. И проверяем опять длительность периода тернометрического расхода мера воздуха. Видим, что у нас 354 микросекунды. То есть все в допуске. В параметре мы укладываемся. Коэффициент заполнили циркуляцию у нас также в допуске. То есть от 5 до 7 процентов. Далее нажимаем да. Так как у нас имеление значения в порядке, мы в допуске. Проблем у нас нет. Нажимаем да. Далее мы еще неоднократно произведем эти же тесты. Обязательно повторить желательно. Здесь у нас можно проверить и лямбда зон, что мы дальше сделаем по его работе. И непосредственно сам клапан EGR. Вот видим, что U279 это регуляторы циркуляции могут слева. То есть это у нас и есть в данном случае клапан EGR. Обороты поднимутся до 1400 и будут измерения. Но сейчас мы вернемся обратно и проверим еще раз расходомер слева. Датчик массового расхода воздуха слева. Еще раз проверим его. Характеристики на рабочем автомобиле. Убедимся дополнительно, что у нас все в порядке. Также мы проверим работу датчика массового расхода справа. Да, вот сейчас мы перейдем как раз на еще раз. Вернее, сейчас мы будем справа проверять, а потом мы еще раз проверим слева и справа датчики. Немножко сумбурно получилось. Как я специально видео не делал для демонстрации, то все-таки диагностика была автомобилем. Проблема, как я говорил, уже была. В дергании автомобиля видим, что у нас данные все в порядке. Проверяем на холостом ходу еще раз. Заводим автомобиль. Повторю, что сейчас здесь с правой стороны мы проверяем датчик массового расхода воздуха. Сейчас будем проверять его на оборотах 1500. Видим, что у нас здесь все нормально. Двигатель постепенно нагревается до рабочей температуры. То есть у нас датчики массового расхода воздуха оба исправны, правильно показывают, все с ними в порядке. На этом, в принципе, проверку датчиков массового расхода воздуха можно закончить. Тем самым я вам обозначил, как это можно проверить самостоятельно. Подключайтесь, диагностика и проверяйте свои датчики массового расхода воздуха. Это очень важный показатель. Он влияет на расход топлива, на правильность работы топливной системы, особенно в дизеле. Как я уже говорил, тесты несколько раз проводятся. Причина в данном случае неисправности этого автомобиля был датчик дифференциального давления. Его проверку мы покажем позже, когда будет новый датчик. Сейчас заказан новый датчик, мы ждем его, как он только поступит. Мы сразу произведем тесты по старому датчику, по неисправности и поставим новый датчик. Смотрите в следующем видео в нашем, как замерить компрессию правильно, посмотреть разницу. Здесь даже правильно сказать разницу компрессии в этом тесте можно замерить правильно. Потому что саму компрессию надо мерить компрессометром, выкручивая и снимая форсунки механическим путем. Но, тем не менее, можно все-таки проверить здесь через диагностику неплохо и убедиться, что нет большой разницы в показаниях. Тем самым просто исключить из проверок компрессию, далее проверить коррекции и все остальное по форсункам. Обозначаю здесь, что значение лямбда между единицей и десяткой должно быть. Что если он за эти пределы вылетает, то у вас проблема с лямбда регулированием еще. На дизеле тоже есть лямбда и она тоже влияет. Вот в данном случае мы сейчас будем проводить проверки клапана EGR. Не забываем выключить все дополнительные потребители, то есть печку, музыку, свет, фар и запускаем активацию. Вся активация длится минуты 3, наверное, по 30 секунд. Каждое значение, то есть там 5%, 25%, 50% и 95%. Открытие будет у нас клапана EGR и при этих значениях он будет измерять работу лямбда зонта, его характеристики. Ну и сам клапан EGR. В данном случае у нас проблемы тут с клапаном EGR. Он забит сажей, наперед просто скажу. Ну, лямбда зонт, по крайней мере, проверить можно точно. Ну и даже и датчик массового расхода воздуха, он тоже, в принципе, покажет его работу с клапаном, совместно с клапаном EGR. Потому что зависимость большая от клапана EGR. Он также обращается к датчику массового расхода воздуха. Учитывается дополнительный воздух, который открывает клапан EGR при прохождении. Также учитывается работа топлива, топливных форсунок и лямбда зонта. И видим, здесь полученные значения графики самой лямбды работы при определенных активациях. То есть 5% открытие клапана EGR 10, 25%, как я говорил, 50%. И видим, все значения у нас в допусках. От единицы до 10 лямбды у нас работает нормально. Наценка массы воздуха, как раз датчик массового расхода воздуха. Здесь вот мы видим некоторые провалы на 95%. Я думаю, как раз это связано с тем, что видим, что у нас рабочая температура уже здесь. Температура охлаждающей жидкости 95%, аланта 97%. Сервомотор и бросильные заслонки открытия 75%. И впускной клапана M72. Ну, из-за того, что у нас с сажей клапан был забит и частично приоткрыт, мы поэтому не прошли до конца правильно этот тест по клапану EGR. Видим, что у нас вне значения допуска и проверка не прошла окончательно. Нажимаем F2. Далее. Здесь указывается, как проверить клапан EGR. Вот эти тут болтики нужно открутить. Вот у нас непосредственно тут датчик давления. Вот он. С которым у нас проблема в данный момент. И сам клапан EGR. Откручиваем болтики, расшатываем его влево-право и вытаскиваем вверх. Чистим, прочищаем. Здесь у нас указано, на какой клейный проверить сопротивление на третий и второй. И напряжение какое должно быть. Предлагается нам заменить регулятор клапан EGR. Но мы знаем, что все с ним в порядке у нас. Там просто попадание сажи и заедание. Он при открытом состоянии. Из-за этого проверки не прошли. Тем не менее, можно вот таким образом проверить клапан EGR. На работу. В старой диагностике. И расходомеры. Как я уже говорил, мы неоднократно проверили термонетрический расходомер воздуха. Поэтому сейчас я на полностью прогретой машине еще раз запускаю тесты. И проверяю значение после клапана EGR. То есть, сами датчики ДМРВ у нас в рабочем состоянии полностью. А проблема у нас с клапаном EGR. Чистка его. Что советую делать. Вытаскивать, чистить сажу. Также впускной тракт желательно почистить от сажи. Как правило, там всегда полно сажи. Поверить работу заслонок. На этом мы будем заканчивать наше видео. В принципе, что мы хотели показать. Мы, в принципе, показали. Как проверить датчики массового расхода воздуха. По клапану EGR. Отдельное видео сделаем с разбором неисправности какой-нибудь задачи. Потому что тут стоял не клапан EGR. Тут просто совпало так. Я немножко решил рассказать о нем. Как правило, его на 642 отшивают частенько. Поэтому не всегда есть возможно. На данном машине он рабочий. Был не отшитый. То есть, в машине все по стоку. Сослонки на месте. EGR не отшиты. И получилась возможность продемонстрировать работу. И тут же мы увидели ошибку по клапану EGR. Что он припускает. То есть, он заклинил в открытом состоянии. При открытом состоянии до конца не закрывался. Как-нибудь и сделаем видео по полной его разборке, чистке и характеристикам. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всего доброго.